С сентября по всей России повышается госпошлина для обращения в суд. Теперь заплатить придется в десятки раз больше. Например, минимальный размер сбора при подаче искового заявления имущественного характера стоит теперь не 400 рублей, а 4000. Законопроект внесли в Госдуму еще в марте. Однако тогда он касался вопросов НДФЛ, страховых взносов, документа оборота. Во втором же чтении затронули уже суды. Верховный суд говорит о том, что очень много надуманных исков, но очень много надуманных жалоб, учитывая, что порог входа низкий, то, соответственно, злоупотреблений много. Количество жалоб уменьшится. Это одна из целей законопроекта, которую правительство, в общем-то, и указывало. То есть уменьшить нагрузку на суд. Нагрузка однозначно уменьшится. Улучшится ли качество от этого? Юристы утверждают, что теперь среди населения может вырасти число обращений к медиаторам, которые помогают улаживать конфликты. Однако опрос барнаульцев показал, что деньги в таких случаях играют не настолько большую роль. Если есть причина обратиться в суд, то вот эта разница, я не думаю, что играет какую-то роль. Я к этому отношусь отрицательно. Тем более наш Алтайский край, у нас маленькие зарплаты, пенсии, дотаций практически никаких. Это очень губительно для бюджета. Если дело есть какое-то, стоящее дело, конечно. А если помелочь, ну какой там суд? Юристы уже объединяются и создают петиции против повышения госпошлины. Присоединились к ним и другие структуры. По мнению Ассоциации банков России, проектируемые нормы в совокупности умоляют конституционные гарантии лиц на судебную защиту, поскольку создают финансовый барьер, при котором доступ к правосудию не может быть признан беспрепятственным с учетом текущих размеров среднемесячной зарплаты и пенсии. Эксперт утверждает, что теперь работы у юристов станет поменьше. Однако они все еще продолжат искать лазейки, чтобы решить вопрос с госпошлиной. Судья готовил решение, допустил арифметическую ошибку или описку. Это мешает исполнению решения. Необходимо обратиться с ходатайством об устранении такой описки. Там, если мне память не изменяет, что около 5000 рублей государственная пошлина. С кого ее потом взыскивать? И тогда мы будем, наверное, что-то придумывать уже. Не писать ходатайство об устранении, а писать, что просто в письменном виде, в простой письменной форме. Тем временем некоторые барнаульские управляющие компании уже предупредили ЖКХ должников, что намерены обратиться в суд до сентябрьского повышения госпошлин. Даже если сумма задолженности порядка 2000 рублей. А там останется уповать на льготы или рассрочку, которую никто не отменял. В противном случае теперь судиться нужно лишь когда ты уверен в правоте на 100%. Ведь после победы в споре госпошлину вернут. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...